Продолжение вчерашней темы, то есть у нас сегодня с вами второе занятие по стилям графики. И в программе интенсива, наверное, имеет смысл поделить все огромное множество стилей на пару или тройку. И если вчера было такое введение в стиль, в принципе, реустрации, это был стиль минимализм, то он был подспорьем для сегодняшнего стиля. И сегодня, как вы уже все слышали и поняли, у нас будет гротеск. Наверное, сначала я скажу пару слов о том, что такое гротеск и где вообще у него растут корни. Как обычно, все идет из истории 20-го столетия. И если в отличие от предыдущих стилей, они развивались из каких-то дадаистов, супрематистов, то здесь гротеск берет очевидное начало в кубизм. Я думаю, что... А кто-нибудь из вас ходил на выставку Пикассо в Кириной Риде? Нет, не ходили. Очень, конечно, жаль, что там представлены не оригиналы, но тем не менее очень познавательно. Я думаю, что особенно тем, кто печалится насчет того, что у него нет академической базы, может прийти и очевидно для себя понять, что человек с академической базы должен прийти огромный путь преодолеть, прежде чем начнет творить в каких-то таких стилях, как делал Пикассо. Ну и, собственно, кубизм явился, наверное, самой первой составляющей. И, не знаю, наверняка вы слышали из истории, или если были на выставке, то читали, о том, что вообще такими основателями кубизма и этого жанра в искусстве был, собственно, Пикассо и его товарищ Жорж Брак. Причем Брак сначала отвергал вообще все намерения Пикассо по поводу взгляда с разных точек зрения на один и тот же объект, но в конце концов он сам признал, что это действительно направление в искусстве, которое перекрывает все предыдущие и которое действительно является откровением. Ну, собственно, для нас, как иллюстраторов современности, наверное, именно кубизм можно считать основными и такими большими корнями в истории с гротесками. Наверное, следующей ступенью уже я расскажу об иллюстрации, конкретно в стиле гротеска. Конечно, самые, если вы помните, вы, может быть, я рассказывала, самые распространенные и частые иллюстрации в стиле гротеска – это политические, сатирические, другие шаржи, журнал «Нью-Йоркер», который я недавно упоминала. Они в основном специализируются именно на гротесковых изображениях. И, собственно, здесь есть несколько товарищей, которые как раз-таки иллюстрировали книги и журналы в таком стиле. Я думаю, что с первого взгляда можно понять, что иллюстрация, в отличие от искусства как такового, отличается тем, что она изобразительна, она несет смысловую нагрузку. И, как я уже говорила, мы можем словами описать, что видим. Если в кубизме это достаточно сложно сделать, можно там увидеть персонаж с нескольких сторон, объектов, то в иллюстрации все просто. Мы видим короля в трусах или каких-то художников, которые друг друга рисуют, и это является такой текстовой подоплекой любой иллюстрации. И что касается гротесков, то он призван подчеркивать определенные грани изобразительности. Вчера на занятии минимализма я вам сказала, что упрощение строится на заострении каких-то основных черт персонажа. То есть если у вас, по-моему, у вас вчера были эти два товарища с носами, один был синий, другой желтый, и это сразу нас отослало к тому, какое, собственно, у кого настроение, какой, может быть, они национальности, какие у них там культурные убеждения, то стиль гротески, еще в большей степени, чем минимализм, подчеркивает это. И помните все, что на втором занятии мы с вами как раз иллюстрировали куплиницы. И они очень яркие, наверное, примеры именно этого стиля. То есть все их персонажи не прорисованы детально, но при этом у них у всех прорисованы лица, руки и какие-то элементы одежды, которые создают их самих, их харизму, их характер. И все они не реалистичны в той степени, в которой это может преподнести академическое искусство. То есть все равно у них удлиненные пальцы, удлиненные носы, слишком большие, слишком маленькие глаза, гротескно там сгорбленные или выпрямленные фигуры, бегут они практически там горизонтально к земле. И в этом заключается именно самая сила гротеска. Поэтому если, допустим, у вас там хромает академический рисунок, и вы стесняетесь, что там у вас получают слишком длинные пальцы или слишком там раскосые глаза, то как основа для иллюстрации это неплохо, это даже круто, что вы можете передать харизму, пусть и не академично. Я не говорю о том, что вам не нужна впоследствии будет какая-то академическая база, и там, ну, чтобы подтянуть гротеск на настоящий скелет, чтобы там не получалось так, что ухо растет там на макушке, а нос на коленке. То есть, ну, примерные представления о физиологии все равно должны быть. И, собственно, в гротеске нет никаких технических ограничений. Если, например, в минимализме проще работать с формами, как вчера мы это делали, то есть исключая контур, исключая линию, и стараясь работать только цветовыми массами или там черными и белыми, то в гротеске нет никаких ограничений. Вы можете делать все, что угодно. Здесь важно именно передать заостренность персонажей. Это очень хороший, как бы сказать, художник, занимающийся гравюрой, линой гравюрой и другими видами гравюры, Вермер Клемке. Это немецкий иллюстратор прошлого столетия. Я, когда открыла его иллюстрации для себя, для меня это было просто откровение, именно потому, что они такие характерные. То есть, его ни с кем не спит. И этим еще раз подчеркиваю хороший стиль гротеск, что если вы работаете в многочисленных техниках в этом стиле, то вы станете узнаваемым очень быстро. И сейчас я покажу наших современников, которые этим не применули воспользоваться. Ну, и, наверное, первым я расскажу о том, какие, в принципе, законы гротески, то, что вы можете там, не знаю, себе пометить. И самое первое и самое очевидное, соответственно, это заострение, гипертрофирование, увеличение или уменьшение определенных черт лица. Если вы рисуете, например, персонажа, то вот на этих иллюстрациях очень хорошо видно, что вы можете абсолютно упростить форму, например, его туловище, заднего фона, заднего плана, но, например, как здесь, прописать академическое лицо, так, чтобы он был узнаваем. И это тоже будет гротеск. Также вы можете работать не только с живописными техниками, но и с какими-то более простыми. К примеру, очень часто в иллюстрации этого стиля используется работа с плоскостями. То есть, когда вы загибаете, выворачиваете плоскости, и плоскостью у вас становится основа изобразительности. То есть, как пятна, не как контуры, а именно как плоскостные какие-то влияния и веяния. И это очень здорово. Есть один как раз наш современник, который работает над политической иллюстрацией как раз в данном стиле. Мне кажется, что его работа – это такое яркое отражение именно того, что является политической такой сатирой, политической иллюстрацией, построенной на стиле гротеск. То есть, использование всех вот этих методов – увеличение, уменьшение черт лица, каких-то фонов, планов, использование тех же самых плоскостей, оно подчеркивает какие-то акценты и расставляет их очень грамотно. Ну и кроме, собственно, того, что вы можете заострять черты лица, одежды, к примеру, если у вас политическая сатира, то вы можете показать какого-то чиновника или какого-то правительственного деятеля не просто похожего на себя, из-за того, что у него большой нос, маленькие глазки, узенький ротик, но еще и в одежде. То есть, как-то гипертрофировать и заострить черты его одежды. Но на этом тоже можно не останавливаться. Вы можете заострить гротеск на не самого персонажа, а среду. То есть, иллюстраторам, ну, по ходу дела, нужно, наверное, часто думать о том, какой социальный контекст в их иллюстрации. И нам очень хорошо быть подкованными в культурном контексте, в социальном контексте, понимать, например, какая когда была музыка, какие когда были там костюмы, какая когда политическая обстановка происходила, чтобы подчеркивать, собственно, акценты нашей иллюстрации. Даже если эта иллюстрация не связана с политикой, с аналитикой, а просто какая-нибудь там фэшн-гламурная иллюстрация или рекламная. То есть, она подчеркивает, я уже на первом занятии вам говорила, именно контекст нашего быта. То есть, мы даем ссылку на менталитет нашей общественности. И если мы показываем на своих иллюстрациях то, что человеку близко и что ему понятно, то это сразу срабатывает в подсознательном уровне. То есть, он что-то узнает, какие-то ситуации, какую-то среду персонажей. И именно в этом стиле сделать это намного проще. То есть, если в минимализме нужно постараться, чтобы минималистично изобразить какого-то конкретного политика или какую-то конкретную ситуацию или музыкальный стиль, то в гротеске нет никаких границ изобразительности. Вы можете развернуться здесь на полную катушку и творить именно в том стиле, который вам нравится, и не бояться, что кто-то скажет, что у вашего персонажа шесть пальцев или что у него там глаза роспосы. То есть, здесь сила как раз в том, чтобы что-то преувеличить или преуменьшить. И, кроме прочего, наверное, как всегда я скажу про обычные наши вещи, что композиция – это основа любой иллюстрации. И даже если у вас будут обалденно харизматичные и выстроенные персонажи, среды, но если у вас будет слабая композиция, то все будет сваливаться с нее. То есть, изначально все равно все должно быть построено на композиционной основе. Ну и, соответственно, сколько работ вы уже здесь не пересмотрели, все они исполнены в лаконичной цветовой палитре. То есть, нигде нет изобилия цвета. Даже на первых, где были живописные лица с черными там фигурками, они все равно были очень сдержаны в цветовой палитре. Какие-то оттенки зеленого, оттенки коричневого, бежевого, то есть всего понемногу. Ну и немного в преддверии нашего сегодняшнего задания я, наверное, вот как раз остановлюсь на иллюстрациях итальянского иллюстратора, которые, собственно, меня и вдохновили на то, чтобы дать вам это задание, которое я через несколько минут расскажу, а пока оно останется в тайне. Это итальянский художник прекрасный. Зовут его. Сейчас мы скажем-ка. Ой, Хавьер Гомес. Хольность, не знаю. Ну, короче, не важно. Посмотрите, я не помню. Мне обалденно нравятся его эскизы. То, о чем я все время говорю, делайте эскизы, не выбрасывайте их. Это я не просто говорю пустоту, чтобы вы потом скопили макулатуру и сдали ее, а с тем, чтобы вы смогли проследить свою работу от начала, от первого штриха и до финального результата. Для того, чтобы передать атмосферу Шерлока Фонкса, ему нужно было не только набросать эскизы и передать какие-то персонажи в чертах гротески, как вы видите, но и выбрать подходящую цветовую палитру. Хотя даже в карандаше, мне кажется, у него уже вот эти тональные переходы, что темнее, что светлее, они уже работают сильно на саму атмосферу созданную. Ну и сейчас, я думаю, что можно увидеть. На мой взгляд, очень удачно он подобрал палитру для этих работ. Поскольку, если вспомнить собаку Баскервилей, всю эту историю, там все происходит на болотах, или в Лондоне все как-то в сумерках, какие-то такие цвета болотистые. Поэтому я считаю, что выбор цвета, таким, какой он представлен здесь, наиболее удачен, наиболее успешный. При этом контрастность не теряется, потому что основной цвет идет черный. То есть можно, наверное, привести параллель с какими-то гравюрами, когда есть отпечаток черно-белый, который лежит в основе вообще всей основной цветовой работы. Собственно, я считаю, что это великолепное вдохновение, вообще вдохновение для работы над собой, для работы над своими иллюстрациями. Но после просмотра этих картинок мне захотелось на корне изменить свой стиль, потому что мне кажется, что это суперкруто и вообще супермощно. Очень жаль, что немногие наши издания периодически еще понимают это. То есть нужно подождать, наверное, еще годик-полтора, чтобы GQ-то более демократично, например, Мэллэнс Хэллс, приняли, что, ну окей, можно работать с такими гротестными, очень гротестными персонажами. Все же они любят более что-то гладкое. А что касается Эксперта, например, или Форбс, они как раз любят таких персонажей, потому что для них это важно. Важно передать гротескную составляющую статьи, проблематики или слободневности какой-то истории. Ну, я думаю, что, наверное, хватит болтать уже по этому поводу. Я лучше расскажу вам о сегодняшнем задании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!